Эта выставка как наглядное пособие по зоологии и палентологии для школьников. Так выглядели доисторические животные, которые вымерли примерно 13 тысяч лет назад. Тогда, кстати, люди первобытные уже умели пользоваться огнем. Знакомьтесь, саблезубый тигр – это единственное животное семейства кошачьих, которое не дожило до наших дней. Они известны благодаря своим огромным клыкам, которые могли достигать длину 20-25 сантиметров. Клыки помогали животному охотиться на огромных зверей того периода, например, мамонта или бизона. Цыпа, 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 цыпа. Ой, он еще и двигается. Это Мегатерий – наземный ленивец. Наверное, он известен многим по мультфильму «Ледниковый период». Там он был очень маленьким, а на самом деле это 5-6-метровое животное, которое питается в основном листвой деревьев. Но иногда это животное могло отобрать обед у дикого хищника. Облик доисторических животных восстановили художники и скульпторы из Санкт-Петербурга. Они активно сотрудничают с учеными. На выставке всего 10 экспонатов из-за их объема и размеров. Самый большой – это шерстистый мамонт 3 метра. В реальном мире он достигал 5-6 метров. А это Галина, администратор выставки. Наши животные почти как роботы. Они двигаются при помощи специальных механизмов, специального компьютера, который встроен в них, и при помощи сжатого воздуха. Эта выставка путешествует по нашей стране и даже по некоторым странам, но ближнего зарубежья. И перевозится она в огромных контейнерах, еврофурах в разобранном виде. Гиганты ледникового периода поселились в областной научной библиотеке до 2 ноября. Приходите.